Всем привет! Вы на канале eWorld. Друзья, а давайте сегодня заглянем с вами в недалекое будущее. А для этого нам достаточно взглянуть на амбициозный проект под названием Стратосфера. Это сверхлегкая сфера из углеродного волокна, которая может летать, плавать и перемещаться по суше. Итальянский дизайнер Pierpaolo Lozzarini создает творение с футуристическим дизайном. Проекты Pierpaolo сосредоточены на концептуальных конструкциях автомобилей и водного транспорта, которые сочетают в себе роскошь и комфорт мобильности будущего. Очередное творение его студии, Lozzarini Design Studio, это проект летательного аппарата амфибии, который может летать благодаря своему безупречному дизайну. Итальянская студия дизайна назвала его Стратосфера и он может перемещаться по воде, земле и воздуху. По словам конструктора, также в разработке заложены варианты подводной лодки. Водный вариант получил название Стратосфера Акватика в режиме гидроцикла, имеющий сферическую конструкцию диаметром 1,65 метра, как небольшую капсулу для двух человек. Сфера изготовлена из сверхлегкого углеродного волокна. Водный режим имеет очень низкий центр тяжести, так как батареи устанавливаются внутри нижнего конца выдвижной конструкции. Это помогает структуре работать как гироскоп, чтобы удерживать сферическую капсулу стабильной с помощью системы самобалансировки для плавного движения по пути к месту назначения. Уравновешивание гарантирует, что угол наклона Стратосфера противодействует любому резкому движению, обеспечивая пассажирам комфортную поездку. Эта капсула приводится в движение двумя электрическими реактивными двигателями мощностью 150 лошадиных сил, которые перемещают ее высоко над водой со скоростью 30 узлов. А когда скорость снижается, капсула опускается на поверхность воды. В режиме полета Стратосфера адаптирует характеристики квадрокоптера, летая со скоростью 250 км в час и может быть настроена на режим полета на солнечной энергии. Компания Jet Capsule планирует запустить Стратосфера как проект с исходным открытым кодом к середине 2022 года. Это очень поможет футуристическому проекту в развитии, поскольку энтузиасты смогут внести свой вклад в разработку и проектирование обновлений. На этом у меня все. Всем пока и до встречи на форуме.